Уважаемые коллеги, сегодня мы приехали в компанию Донор. Мы будем взвешивать рефрижераторы и основной нашей целью является повышение утилизации до 21-22 тонн. Мы постараемся это сделать и покажем вам как. Весы для проведения тестов мы привезли с собой. В выбор подходящее место для них необходимо убедиться в правильности их положения, чтобы получаемые величины были корректны. Для этого первое транспортное средство мы взвешивали в разных направлениях, а затем сравнивали полученные значения. Провели взвешивание в обе стороны транспортного средства с целью понять насколько мы уходим от горизонта, когда выложили весы. Нагрузки получились на первую ось абсолютно совпали 5600-5600, на вторую ось 40 килограмм расхождения 4300-4300-4300-4400. По третьей тележке тоже идут небольшое отклонение. Суммарная масса 15900 у транспортного средства и 16 тонн. То есть 100 килограмм разница. Весы лежат правильно. Весы лежат корректно. После взвешиваний мы снимаем основные размеры. Это колесная база и положение сцепки. Эти расстояния не сильно отличаются для разных машин, но если мы хотим добиться высокой точности расчетов, то ими нельзя пренебрегать. Все исходные данные по транспорту мы заносим в программу Trackloader. Это измерения и начальные нагрузки на ось. После этого мы задаем грузы. Всего 33 разновесных палета общей массой 21 тонна. Программа расставляет нам схему погрузки. И мы оцениваем нагрузки на ось, полученном в программе. Видим, что превышения нет. Максимальная нагрузка 23 тонны здесь показывает. Ну, значит, 22 можно спокойно грузить в этот автомобиль. Теперь посмотрим, что покажут весы. Смотрим, вот сюда прям клади. Смотрим, как у нас значения точно в точности попали. Идем, те же самые значения посмотрим на датчике в кабине водителя. Девять. Вторая. Вторая вот. Вторая вот, да? Да. А здесь восемь и четыре. Да, да, да. Вот прицеп. Прицеп у нас примерно двадцать одна. Вот, двадцать и восемь. Вот, прицеп правильно у вас показывает, да. Далее по такому же принципу было приведено тестирование для другого типа транспорта с тягачом Рено. Машина оказалась тяжелее почти на тонну и вес заказа стал больше на 600 килограмм. Здесь, как и в прошлом тесте, представлены исходные данные по транспорту, полученная в программе Троколодер схема расстановки груза, который в общей массе 21 тонн на 600 килограмм, и сравнение взвешиваний на весах и то, что показала программа. Видим отличное совпадение, буквально 50 килограмм разницы по второй и третьей тележке. Мы видим, что запас не такой большой до ограничений. Это значит, что в это транспортное средство нельзя грузить больше 22 тонн. Следующий тест мы провели с этой же точно схемой, такой же точно груз. Приехал наемный транспорт, который мы измерили, вот данные по нему. Как и в прошлых тестах, результаты расчета в программе отлично совпали с показаниями весов. Вот мы видим разницу. Видим, что здесь запас достаточно приличный до ограничений. Это подтверждено и в программе, в которой была построена схема для 22 с лишним тонн. Потратив несколько часов на эти три теста, мы убедились, что 22 тонны в рефрижератор грузить вполне реально, если знать точную информацию о транспорте и делать расчеты схем погрузки. Спасибо за внимание.